Добрый день, коллеги! Продолжаем смотреть магазины, и сегодня мы в МВидео, рядом со мной Борис Агарков, директор по развидео. И сегодня мы вместе с ним постараемся посмотреть, как работает флагман. Но по пути мы поговорим о разных форматах, которые сейчас существуют в сети. Поговорим? С удовольствием. Борис, но не могу не спросить сразу, находимся около флагмана. При этом знаю, что у вас было недавно обновление логотипа. Почему же до сих пор мы здесь видим пока что старый логотип? Ну, я бы сказал, что у нас было не только обновление логотипа. Я бы сказал, что у нас произошел полноценный ребрендинг, который затрагивает не только визуальную часть. То есть мы говорим и о дополнительных сервисах и услугах, которые мы предоставляем клиентам конкретно про данную локацию. Ну, ребрендинг мы уже при открытии новых локаций, безусловно, используем новую идентику. Также во всех наших сайтах, приложениях. Но, понимаете, скажем так, это хорошая, классная вывеска. Ее все знают, вполне себе работоспособная. Если сейчас ее поменять, это в моменте затраты, которые придется приложить куда? Правильно, на клиента. Этого мы делать не будем, потому что мы заботимся о наших клиентах, предоставляем им лучшие товары по лучшей цене, как главный эксперт по технике. Поэтому мы органически это делаем. То есть мы смотрим, где уже подходит время износа, где нужно менять вывеску. И, безусловно, когда идет замена, она уже идет в новом виде. Люди, вот я могу сказать, на мой взгляд, что является примером удачного ребрендинга. То есть, с одной стороны, людям нравится то, как мы поменяли бренд. С другой стороны, если порой не обратите их внимание на это, они даже не замечают, что вот он был такой, а стал такой. А потом видят, говорят, о, ничего себе, точно. А я-то думаю, что там изменилось. Но есть полная ассоциация. Поэтому мы же не говорим о том, что, ой, все, надо вот эти все вывески снять. Мы жили с ними больше 25 лет, счастливы, хорошо. Это такой эволюционный ребрендинг. Ну, скажем так, если говорить про отношения хозяйственные, да, вот когда подойдет время, да? Разумное, 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 эффективное. То есть, про устойчивое развитие мы здесь тоже можем немножко вспомнить, потому что, действительно, просто хорошие вещи выбрасывать, наверное... Вот, об этом и речь. Сейчас вообще весь мир так живет. Да. Ну что ж, ну, мы точно видим уже там, где легко поменять, это логотип уже свежий, да. Но мы, естественно, в первую очередь будем смотреть магазины, и здесь много чего реализовано. Я предлагаю уже войти. Пойдем. Уже технический момент. Борис, если мы говорим про этот магазин, сколько здесь квадратных метров? Это самый большой? Это один из самых больших и, по сути, флагманских магазинов нашей сети. То есть, у нас есть еще ряд, но это, безусловно, относится к таким выдающимся. В торговом центре «Метрополис». Здесь практически 5000 квадратных метров. Сейчас уже редко кто открывает такие локации такого масштаба. Все уходят в более компактные форматы, не исключая нас. Но, на мой взгляд, роль флагманов очень велика, потому что, там, с одной стороны, ты становишься ближе к покупателю, покупателю, ну, чтобы он, там, ему не надо было ехать далеко от дома. Все быстро, да, то есть, когда ты, там, уменьшаешь размер торгового зала, более плотно располагаешь товар, там, используя специальное оборудование. Да, безусловно, но есть люди, и, в принципе, это могут одни и те же люди, которые все-таки хотят получить такой расширенный опыт, да, то есть, они приходят в большой магазин с прозрачным торговым залом. Вот что это значит? Если вы посмотрите, все торговое оборудование, оно не выше уровня глаз, поэтому, в принципе, от входа вы можете увидеть, там. Но нам высокий вообще удобно, то есть, действительно, здесь от и до, можно посмотреть. Ну, как бы, это не просто так, да, то есть, это создает, там, определенное ощущение, определенный настрой. Бренд-зона, да, вы видите, то есть, у нас, безусловно, был момент, когда нам пришлось, там, срочно думать, что делать с бренд-зонами, с учетом, там, того, что произошло с брендами, да, которые присутствовали в стране. Но мы нашли решение, то есть, одни бренд-зоны мы изменили на другие. И, опять же, если для компактного формата, ну, невозможно делать компактный магазин, делать, там, полноценный бренд-зон, здесь как раз они развернуты во всей представленности. разные бренды, можно подойти, посмотреть, пощупать, послушать эксперта, задать все вопросы, уже, как бы, получить какой-то опыт использования и уже, как бы, принять решение о покупке. Но при этом, опять же, в компактном формате мы тоже придумали, как, например, делать не горизонтальное размещение, там, товара, а вертикальное, да, там, в том числе, диджитал, гаджетов, телефонов, чтобы, несмотря на то, что, когда место меньше, у покупателя все равно была возможность потрогать. Да, это все-таки такой тактильный элемент, он присутствует, он нужен людям. 5000 квадратных метров здесь. Чуть меньше, там, 4800. Ну, именно здесь можно руками, там, потрогать. Я сейчас боюсь ошибиться, у нас в среднем в магазинах, там, более 4500 СКЮ, здесь, конечно, гораздо больше, гораздо больше, я просто, там, не готов сейчас назвать точную цифру, но, в принципе, там, вся ширина ассортиментной линейки, которая у нас есть, здесь присутствует. Вот роль флагмана в вашей сети, это место для инноваций или как вы его могли бы обозначить? Все наши магазины, это место для инноваций, но во флагманах мы можем тестировать решения, которые, ну, скажем так, мы ранее не применяли, да, то есть, когда мы открываем, например, сервисную зону или зону премиум, или еще, там, какие-то другие зоны, которые мы считаем будут полезны, интересны нашим клиентам, конечно, мы стараемся, в первую очередь, это делать во флагманах, да, потому что, ну, серьезный трафик, стабильный, можно все гипотезы проверить и понять, насколько мы верны в наших предположениях, да, что надо поправить, что надо изменить, вот, поэтому, конечно, мы используем флагманы для вот таких экспериментов. Если говорить про, как говорится, роль директора по развитию, соответственно, гипотезы, которые в итоге приводят к значимым изменениям магазина, вот эти гипотезы, они проверяются, условно, в офисе, но создаются и придумываются, и потом явно нужно применить их, чтобы потом масштабироваться, но все-таки через пилоты или есть вещи, которые вы сразу уходите в роллаут, думая, что это вполне нормально? Нет, ну, образное понятие, там, MVP и, скажем, пилота, оно релевантно для всего, будь то онлайн, оффлайн, физика, то есть, неважно, будь то, скажем так, новый какой-то интерфейс приложения или на сайте, или ты используешь новый тип торгового оборудования и хочешь посмотреть, как он работает. Вот, на мой взгляд, здесь ключевое, что не надо бояться, да, то есть, бывает ситуация, когда компания заходит вот в бесконечный цикл обсчет этой гипотезы, а так, а если так, а вот здесь, а все-таки. Нужно иногда немножко взять риск, да, немножко, там, потратить инвестиции, но посмотреть. Это будет самый честный настоящий ответ, и, в принципе, если действовать быстро, можно быстро замасштабироваться, опять же, там. Что такое быстро? Ну, смотрите, у нас компактный формат, мы, там, реально начали развивать в 23-м году. Причем решение о том, что нам надо двигаться, мы приняли, ну, где-то в конце 22-го. В марте 23-го года у нас был открыт уже первый магазин компактного формата. По результатам 23-го года мы открыли 62 магазина компактного формата, соответственно. При этом в первом полугодии 23-м открыли меньше 15. В первом полугодии 24-го мы уже открыли почти 40 магазинов. Соответственно, ну, вот, динамика с мультипликатором, я бы так сказал. Борис, про компактный формат немножко заикнулись, и понимаю, что отдельно мы еще по этому поводу постараемся оценить материал. Надеюсь, что пригласите уже вот, когда будет возможность. Обязательно, обязательно. Отлично. А если мы говорим про некоторые пилоты, которые пошли в роллаут из свежих, что можете показать именно здесь? Ну, мы можем показать зону Мастер. Это наши новые, давайте пройдемте, посмотрим ее. Это наши, ну, мы и ранее предоставляли сервис, но, скажем так, мы переупаковали наше предложение. Теперь у нас, скажем так, целый комплекс услуг, да, когда мы клиенту предоставляем не только доставку, установку, обслуживание, трейд-ин, сопровождение. То есть, как бы, по сути, да, там, техника, электроника, сложные какие-то предметы, да, они все-таки иногда требуют сопровождения не только там в момент покупки. Мы считаем, что это очень сильно нас дифференцирует, в том числе от наших конкурентов, что мы, ну, как бы не бросаем клиента, там, продали и забыли. Вот, собственно, эта зона, если посмотрите, вот, с очень симпатичным логотипом уже, с обновленной буковкой М, с гаечкой. Соответственно, мы заботимся о клиенте и продолжаем это делать, да, то есть, если вдруг что-то у него произошло, мы с удовольствием поможем, подскажем. Все время какие-то новые услуги сюда добавляем, то есть, защитные пленочки, дисплеи. И сейчас стала очень популярна услуга чистка смартфонов, то есть, когда чистятся все, причем технологические отверстия, там выясняется, что очень много грязи забивается за время использования. И, соответственно, мы масштабируем зоны мастер, мы, в первую очередь, открываем их в флагманских магазинах, но они обязательно у нас будут проникать во всю сеть и будут интегрированы и в новые открытия, и в компактные форматы. Плюс отдельно вы можете увидеть по городу, есть здесь симпатичные машинки, обклеенные мастер, это значит, у кого-то радость, кому-то что-то везут, будут устанавливать, включать. Вот, поэтому... То есть, вы еще как бы во мне выходите таким вот оформлением на машинках. А я еще видела про то, что отдельно стоящие какие-то маленькие форматы, мастер... Мы их сейчас используем на различных мероприятиях, если есть там фестиваль или, скажем так, что-то, какое-то мероприятие, можем действительно поставить там корнер и оказывать такую услугу. Так, чтобы прям выходить в отдельный сервисный формат, ну, таких у нас еще, скажем так, экспериментов не было. Амбиции у нас различнейшие. Конкретно вот данного пилота, данный пилот мы не запускали, но я бы вообще не отказывался ни от каких идей, ни от креативных, ни от разных. Посмотрим. И вот сейчас, когда услышала вот эту фразу касаемо, что почистить смартфон или там какую-то технику, на самом деле это вот та возможность дополнительная создавать услугу и привычку людей, которые ранее не было, и условно уже люди начнут в какой-то момент выделять на это деньги, потому что на самом деле, вот мой, например, смартфон, которым я пользуюсь, ему уже 5 лет, я с ним расстаться не готова. Ну да, то есть он абсолютно нормально себя чувствует, и техника-то на самом деле уже становится такой, которую можно и подолгу использовать, она перестает быстро устаревать, нежели вот раньше, как было, и поэтому такая вещь. Я могу, в принципе, сказать, что с точки зрения потребительского поведения, да, то есть для людей становятся все важнее услуги и сервисы, и там арендодатели это видят, нужно видеть это по наполнению торговых центров, причем вне зависимости от масштаба и размера. И мы тоже это видим, и мы даже тут идем вперед, да, то есть мы там предлагаем какие-то опережающие решения, не дожидаясь, потому что действительно, на наш взгляд, просто оставить клиента с покупкой и как бы дальше пусть он делает, что хочет, да, там, я уж не говорю про какие-то гарантийные обязательства, что у нас там всегда четко никаких вопросов, мы этим всегда отдельно славились, и я очень, ну, я знаю, что многие клиенты, в том числе, придут к нам, потому что они будут уверены, что если, ну, вдруг, не дай бог, бывает, да, может быть, брак, еще что-то, их точно никто не бросит, не оставит в беде, в расстройстве, да, все заменим, все сделаем максимально быстро, оперативно. Ну, и таким образом отвечаете как раз звание лидера рынка, да, одного из главного эксперта по технике, и создаете в том числе опережающими темпами своего покупателя. Я даже могу сказать, что, ну, вот я нахожусь постоянно в диалоге с арендодателями про какие-то будущие локации, и там, ну, есть уже такой, есть торговые центры, скажем так, локального формата, они не очень большие, поэтому приходится тщательно выбирать, да, кого посадить, и там они зачастую думают, ну, вот, там, может быть, лучше какой-то гастроуголок открыть, еще что-то, и когда я говорю, ну, у нас еще будет сервис, они говорят, о, сервис, это точно, значит, все 100% придут, потому что за, там, образно, покупкой техники не каждый день приходят люди, а вот что-то там подремонтировать, сделать, почистить, наладить, поправить, это постоянно такой поток потребностей, и действительно здесь нужно находиться ближе к клиенту, да, тогда очень велика вероятность, что он это оценит, этой услугой воспользуется. Ну, вообще, сейчас роли в каменных магазинах, да, то есть, мы говорим про, я люблю этот формат использовать, каменная розница, да, когда действительно очень большое количество техники приобретается уже с помощью онлайна, как вы видите возможность возвращать только за счет сервиса людей в магазине? Ну, как бы, тоже, давайте поймем, онлайн, большой объем онлайна, да, соответственно, приходится на пикап, когда люди все равно физически приходят в магазин, то есть, заказывают товар, а забирают его в магазине на физической локации. С точки зрения, опять же, того, как мы дифференцируемся, про сервис мы говорили, ну, и уже там гарантия, все прочее, экспертиза, то есть, даже самый какой-то, там, не знаю, искусственный интеллект и сайт не смогут предоставить такую экспертизу, такое качество погружения и обратной связи, как качественный эксперт в магазине. Мы в этом абсолютно уверены, мы это видим, мы это знаем и мы продолжим это развивать, то есть, человек не должен быть потерян, у него все равно должен быть живой контакт на той стороне. Там, у нас даже зачастую, то есть, многие директора магазинов, там, продавцы талантливые, они, в принципе, у многих покупателей уже знают и покупатели знают их. И иногда они даже идут не просто в компанию, там, не просто в связи с брендом, они идут конкретному человеку, который уже им не раз оказывал качественную услугу, их поддерживал, выручал. У нас там с этим много даже связано истории с таким неравнодушием, да, когда что-то происходит у клиента, и директор может даже выйти за рамки каких-то своих служебных обязанностей, самому что-то отвести, подсказать, помочь. И, как бы, мы будем задержаться, мы будем это развивать, мы не будем терять экспертизу, мы не будем делать, образно, пустые магазины, наполненные одними роботами, пустые в плане, без людей, да, с товаром и с роботами, да, все равно. Я абсолютно уверен, что, несмотря на все какие-то прогнозы, что сейчас искусственный интеллект всех заменит, не заменит, да, человек очень долгое время, а может, и всегда будет все равно в проугольном камне. И об этом нельзя забывать, да, именно отсюда идет экспертиза. М-видео и, в частности, именно сама сеть, в целом она у вас является таким сосредоточением большого количества брендов, которые представляют свой товар. И, в принципе, вам приходится как-то вот все время лавировать между тем, чтобы, с одной стороны, было видно, что мы в магазине конкретно М-видео, и при этом надо, ну, я так понимаю, бренды очень хотят как-то себя преподнести по-другому. Ну, это нормально, это абсолютно здоровая история. Ну, как находим баланс? Разлагаешься. Да, мы можем пройти в бренд-зону, я расскажу, покажу, увидите своими глазами, да, как гармонично это все работает. Пока идем до бренд-зон, поделюсь как раз к вопросу о том некой клиентаориентированности, который буквально на днях в очередной раз прочел, собираюсь все-таки покупать новый телефон, и основное опасение было, что мой новый телефон не коннектится с моей машиной. Да, это не пустое, не на пустом месте. Да-да-да-да, и было удивлением, когда, на мой вопрос, а можно ли попробовать как-то, он говорит, давайте вместе с вами, машина здесь, ну, вот здесь. Это доршение или это можно так? Это пример того, как работают наши ценности, в данном случае неравнодушие, когда нашим сотрудникам не все равно, когда они действительно, я уверен, от чистого сердца хотят помочь, показать, рассказать, убедиться, что это работает. То есть, ну, тут нет таких каких-то четких рамок, но здесь, конечно, и ты, значит, расположила, что неудивительно к себе продавцов, но в целом они готовы делать такие вещи, но это нормально, я считаю. К тому же, действительно, техника, она все-таки прикладная, то есть сама по себе красивая коробочка, она вряд ли несет какую-то ценность, когда ты включаешь аппарат, он работает, коннектится к машине, к телевизору, там совершенно другой уровень ценности, которые ты получаешь. И, конечно, мы, собственно, те провайдеры, те эксперты, которые должны помочь, ну, эту ценность извлечь. На самом деле, по поводу привычки того, что, ну, это же материальная ценность, которая выносится вроде как без оплаты, но вот такие вот моменты всегда, вот старый вариант продаж, старый вариант, привычный мне, по крайней мере, что нельзя, запрещено, это же все равно некоторые такие ограничения. Есть элемент доверия, да, то есть, конечно, понятное дело, не надо там выносить весь магазин и, ну, скажем так, внимательно относиться к каким-то нарушениям, да, есть там вообще понятие потребительского экстремизма. Но, слава богу, здесь, ну, скажем так, и с этим мы успешно работаем. Это минимальные локальные такие случаи. И в целом сейчас уже, ну, стало, сейчас видеонаблюдение, да, видеоаналитика. У нас есть решение такого характера, что у нас даже, например, есть сейчас магазины без охраны, но в которых установлены специальные камеры видеоаналитические, которые, скажем так, позволяют, может, даже заранее понять паттерны, что происходит, что-то не то. Продавец в состоянии понять, да, вот это нормальный пришел покупатель или что-то странное происходит, нужно насторожиться. Поэтому, а если прям какие-то каменные стены или, я не знаю, ограничения вводить, какие-то фаерволы, я боюсь, что очень сильно может клиентский сервис пострадать. Поэтому тут все-таки уже каждый человек принимает решение действовать. Ну, собственно, мы же, как я уже говорил, у нас же не роботы, работают живые люди, думающие, умные, образованные. Поэтому я... Мы им доверяем и верим, что они все сделают правильно. А если это нужно тебе, чтобы принять решение о покупке, ну, значит... Ну, да, я понимаю. Ну, что ж, мы дошли. И на самом деле, прежде чем мы уже непосредственно на зоне перейдем, посмотрите, сколько отсюда мы сразу видим уже. То есть раз, два, то есть там три. Ну, понятно, что до телевизоров мы еще там тоже дойдем. Но в любом случае у вас входная зона, она полностью отдана брендам. Входная группа в магазинах. Это в целом всегда такой магнит для внимания, для привлечения клиента. Особенно, если, например, клиент нецеленаправленно приехал в магазин, а он, например, идет по торговому центру, обращает внимание, он должен заинтересоваться, магазин его должен притянуть внутрь. Конечно, красивые, симпатичные, оформленные бренд-зоны, они, ну да, они должны, они работают на это, и реально есть эффект. Здесь у нас тоже есть определенный ноу-хау. Вот, если вы посмотрите сюда, это у нас зона складных телефонов, потому что формат раскладушек, такой в новом виде, то есть раньше были раскладушки, где внизу клавиатура, наверху экран, кстати, были очень популярны, потом этот формат ушел, когда вот появились, по сути, телефоны, состоящие из, там, целиком, моноэкрана. А сейчас он, по сути, вернулся, да, с появлением новых высокопатологичных экранов, которые можно складывать и раскладывать. И если раньше точечные бренды представляли свою продукцию в этом формате, то сейчас уже достаточно широкая линейка, и мы поняли, что люди заинтересуются этим форматом, но зачастую им нужно проверить, пощупать, причем сразу, например, такого производителя и другого производителя не бегать между бренд-зонами. То есть получается, это именно разные бренды? Разные, здесь разные бренды, которые представляют свои раскладные решения. То есть мы здесь, получается, именно из складного формата пошли, а здесь, соответственно, бренд-зоны... уже непосредственно представлены конкретные бренды со своими бренд-зонами соответственно со своими поклонниками кому-то такое нравится вам другое кто-то меняет если честно для меня удивлением то что я моторова даже в руках не держала вот она скажем так розовенькая и замечать ну конечно милота и это уже если отдельная история редко уже гуляю ну я так могу сказать вот с точки зрения именно функциональности вот если брать полноразмерный телефон раскладной да я являюсь пользователем уже несколько лет и я могу сказать честно что это удобно то есть там кто-то замещает полностью свой телефон да я например использует вместо планшета потому что он занимает меньше места при этом потребительский опыт не хуже совершенно но опять же это не говорит о том что не надо покупать планшеты планшета наоборот есть более крупные модели технически более оснащенные которые можно вообще использовать как полноценный компьютер поэтому сейчас сценарии использования они ничем не ограничены вот как тебе удобно ты можешь так использовать наша задача предоставить всю палитру весь спектр может быть еще подсказать как что лучше сделать здесь в принципе около каждой зоны естественно наверное нет смысла останавливается но вот может быть выделим что-то такое что позволяет вот какой-то потребительский опыт новый получить какие еще точки есть в магазине которыми явно хотелось бы погордиться и показать как гордимся всем магазинам целиком тут смотря зависит от какая потребность клиента посмотреть пощупать товар добро пожаловать на бренд зоны есть какой-то запрос на какой-то сервис добро пожаловать мастер нужно просто проконсультироваться с экспертом пожалуйста есть у нас там глубине еще скажем тоже наше решение которое мы пилотируем и уверены в его успешности можем посмотреть нашу новую премиальную зону которая вот-вот только можно сказать открылась коллеги за мной огонь самый настоящий и м премиум да это наша премиальная зона премиум которую мы скажем так построили в этом магазине будем масштабировать на другие магазины где представлены товары премиальных марок самых различных до дефицитных поиск этого слова вот зона отличается скажем так вот других зон магазине здесь даже не торговое оборудование специальная мебель по сути как в квартире такого же качества чтобы можно было понять это будет выглядеть на кухне в ванной комнате она организована таким способом специальным что в принципе вы можете сами посмотреть что здесь и как да если вам нужна дополнительная информация про товар здесь есть qr-код который можно просканировать который приведет в наше приложение и собственно можно будет прочитать все данные но при этом за счет того что здесь нету больших ценников можно увидеть всю там красоту или там лаконичность дизайна что смотря того что вам нужно посудомоечная машина варочная панель духовка вот соответственно мы можем в том числе скажем так мы можем оставить здесь клиента наедине с самим собой если он хочет сам посмотреть его никто не отвлекал если ему понадобится помощь эксперта безусловно мы придем на помощь все расскажем покажем а если кому-то прям очень сильно захочется можно даже здесь мастер-класс провести на этой великолепной столешнице тут на самом деле все реализовано для того чтобы максимально почувствовать себя в квартире и соответственно здесь у нас есть кухонная зона и зона ванной да и скажем так решение которое можно использовать дома здесь все представлено и в том числе аксессуары то есть это не только техника может быть что-то захочется дополнить красивую посуду купить еще что-то все здесь удастся найти знаете в этом плане следование за покупателем а при этом оставаясь доступным для как бы для клиента для ваших постоянных покупателей это создавая новый такой потребит новую такую локацию внутри магазина это вот тот опять же создание вот правильного потребительского опыта который вы формируете точку притяжения до то что даже когда уже клиент приходит привычный магазин друг он видит ничего себе новая зона новый опыт тоже может быть его подтолкнуть к определенным решением покупкам о которых возможно раньше не задумывался ну что ж еще одна наверно зона с точно стоит посмотреть а именно вот я прям отсюда вижу м кофейня это уже просто ну м кофейне это зона где можно попробовать кофе да у нас же огромный ассортимент кофе-машин и зерна мы тоже продаем если вдруг наш клиент захотел сашку кофе почему бы ему ее не отведать знаете в этом плане как раз когда ты находишься на это локацию как-то так что может быть случайно но вот зож м кофейне они прям в прямом направлении возможно так получилось но она видимо случайности не случайно да но там сейчас в м кофейне нету булочек поэтому принципе зажим это вполне себе нормально соотносится да 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 вот магазин большой действительно 5000 квадратных метров ты сильно насыщенный различными вот этими решениями и действительно делать тот баланс и удобного магазина как для покупателя так и для продавца до продавца консультанта для персонала все вот если мы говорим про удобный магазин для персонала это на твой взгляд что это магазин где достаточно сотрудников на как это приходящее число клиентов то есть удобный такой где скажем так персонал может успевать за всеми потребностями вот мы стараемся за этим следить чтобы не было такое ощущение когда приходишь магазин большой при этом никто к тебе не подходит никто тобой не занимается тебе всегда спросят подскажут причем сделать это не навязчиво никто не будет тебе ничего впаривать навязывать если тебе нужна консультация если нужно помочь тебе провести пожалуйста если ты средства вполне себе самостоятельный ты можешь сам взять товар дойти до кассы или даже там через приложение оформить чека у прям с оплатой и тебе его просто даже вынесут с зоны складки на будет просто зайти и забрать а может быть и оформить доставку соответственно чтобы тебе даже не надо было ничего никуда нести посмотрите что нужно наберешь корзину приложение покупателя и через приложение покупателя все оплатишь все оформишь получишь электронный чек да мы дошли до нашей м кофейни ну по сути это такая отдельная зона с кофемашинами с капсулами зернами средствами для очистки машину в общем все что нужно кофеманом или просто любителям выпить кофе причем есть кофемашины вот маленькие капсульные малюсички которые можно поставить в любом месте можно купить какой-то большой сложный аппарат если есть какие-то отдельные требования ну в общем если вы любите кофе совершенно точно вам кофейни вы найдете то что вам нужно здесь опять же любой вариант и режим такой типа действительно кофе кофейни да вот даже можно там налить попробовать кофейку есть очень хочется если устал надо чуть бодриться пожалуйста с удовольствием нальем кофе нашим посетителем мы посмотрели уже с тобой на мой взгляд целый ряд интересных зон были в зоне им премиум в м кофейни я бы хотел еще показать одну зону она может быть будет более интересна нашим юным покупателям хотя насколько я знаю что как сказать играм все возрасты покорны бы хотел пригласить тебя в нашу гейминговую зону где представлены интересное решение техника и даже игровые кресла для геймеров что еще можно какой опыт можно получить магазине это конечно игровая зона не секрет что гейминг игры набирает обороты это целый такой отдельный сегмент кластер потребителей покупателей дети их родители и мы здесь тоже очень активно присутствуем и товарами и скажем так отдельным комьюнити геймерскими которые мы также стараемся объединять развивать вести блоги контент какой-то правильный интересный формировать какие-то соревнования запускать причем во вне и даже внутри компании среди сотрудников поэтому игровые ноутбуки компьютеры системные блоки мониторы качественные правильные кресла я кстати каждый год тут менеджмент выходит поработать в магазин высокий сезон помочь скажем так продажам и вот накануне нового года двадцать четвертого я в магазине с коллегой сыграл кресло это требуется силы терпения мы справились там были не собраны кресла мы все собрали как раз в игровую зону вот я на каждом посидел мне принципе понравился я все купил если говорить именно про игровую зону она используется только для того чтобы непосредственно продажи делать или вот я все-таки вижу что вроде как здесь и что-то здесь можно посидеть поиграть проводятся такие локальные соревнования скажем так розыгрыши ну то есть какие-то мероприятия безусловно это все функционально используется вот видишь большие мониторы выведены да где там том числе можно и со стороны зрителя понаблюдать за происходящим ну просто сегодня у нас будний день утро все работают там к вечеру выходным будет скажем так активно живая суета и наверное здесь как раз один из тех таких примеров что все-таки в онлайне пощупывать и почувствовать себя вот и создать для себя новый какой-то покупательской новую потребность чтобы именно вот такой до в доме появился компьютерный стол с вот таким экраном и прочее без ощущения пространства ты это не можешь купить мебель ты все равно так или иначе пытаешься понять как она будет у тебя стоять выглядеть да и техника тоже сейчас же достаточно много компаний производителя уделяет внимание дизайну да то есть не просто это какая-то коробка да наполнена технологическими инновациями а именно чтобы это было симпатично подходила разные цветовые линейки разный материал да поэтому на мой взгляд магазин будет оставаться такой точкой протяжения важной люди все равно будут смотреть чупать трогать как-то примериваться к этому понятное дело там какая-то доля уходит в онлайн таким клиентам у нас тоже есть что предложить мы у нас бесшовный опыт омниканальная полка то есть все 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 наши товары можно увидеть там если что-то не находишь магазине ты можешь зайти приложение на сайте поможет консультант там найдет ты можешь это заказать домой забрать из магазина из другого магазина в общем как тебе удобно да то есть главное чтобы тебе было удобно а мы уже вот этот бесшовный опыт обеспечим в этом видим свою задачу опять же с точки зрения интересного клиентского опыта и как раз там вопросу о том зачем нужен планетский магазин магазине компактного формата очень непросто где даже невозможно разместить полноценный домашний кинотеатр в отличие от флагманского магазина я готов это показать мы подошли к зоне домашнего кинотеатра где мы представляем различные интересные решения если раньше там обычно домашний кинотеатр у людей ассоциировался там с телевизором большого формата и большим количеством колонок которые нужно везде расставлять и протягивать проводами сейчас гораздо есть более элегантное решение есть и беспроводные колонки а есть том числе например проекторы лазерные которые с одной стороны дают там большое отличное качество изображения большой диагональ с другой стороны имеет встроенную саму систему которая даже вот звук вокруг все обеспечит без лишних проводов и затрат собственно зачем здесь организован эта зона том что обычно мы здесь включаем звук можно посидеть посмотреть послушать как это вот все ощущается чувствуется и многие люди принимают решение о покупке посидят скажет о все пакуйте забираю все кай кайф супер чтобы максимально показать в картинке причем если вы видите вот опять же да там раньше с точки зрения проекторов да это должно быть всегда темное помещение все темно вот у нас расшторены шторки ну-ка бы везде горит свет и пожалуйста вот даже уверен что если бы я не сказал что это проектор кто-то мог бы подумать что это просто телевизор а это проектор причем он короткофокусный если раньше опять же надо было где-то подвешивать куда-то ставить здесь его можно просто на полочку аккуратно поставить он симпатичный как элемент дизайна он же собственно в нем встроенный звук как я уже сказал и все вперед погнали учитывая что сейчас не нужны не диски ничего достаточно подключиться к интернету вот у тебя уже сериалы фильмы спорт и все что вперед многие люди даже не знают даже ты супер погруженный эксперт например не знала что есть такие решения придя к нам вот ты можешь узнать о таких вещах не обязательно что-то себе и купишь но там следующий раз будешь с кем-то разговаривать кто скажет ой блин я вот хотел проектор но неудобно лишь ну как неудобно зайди в nvidia вот посмотри пожалуйста пощупай попробуй если понравится я сейчас возвращаясь уже что все-таки мы с точки зрения и удобства использования магазина здесь очень много у вас вот условных вот этих подиумов да то есть вот насколько удобно использовать магазин когда ну и все-таки порядок надо наводить там и прочее когда столько много вроде как препятствий ну это не препятствий это распространенное технологическое решение как я уже говорил бренд зона это такой организм живой где-то нужны разные покрытия где-то нужно провести собственно подключение их например может не быть в этой части магазина чтобы тут не городить огород это достаточно на наш взгляд элегантное решение чтобы все припрятать сделать еще дополнительно выделить скажем так эту зону не только с точки зрения ее оформления самой зоны но и пола в том числе потому что там разная плитка в одной и другой в третьей в этом тоже есть идея борис вот все принт зоны которые здесь сделано вот прям например мы сейчас мы вот смотрим на вот эту это разработка по заказу бренда совместная история или бренд вам пришел сказал я так хочу интегрируйте нас магазин как обычно это происходит ну конечно это совместная партнерская работа то есть бренды у них есть там свой дизайн свой концепт то как они это видят а потом уже они приходят к нашей команде команде розницы которые совместно с нами собственно розница вместе с партнерами уже делает какой-то итоговый проект приземляет его на полно грамм магазина а мои ребята уже физически реализовывают устанавливают подключают следят что это все корректно работает это всегда совместная история и вы всегда делаете так чтобы вот этот ну вот сейчас вот концепт он вот определенные размеры имеет вот именно в таком же варианте это приземлиться в другом магазине ну конкретно для данного данных продуктов которые здесь представлены да потому что получить качественный опыт от такого короткофокусного проектора со всем звуком и изображением всем прочим нужно именно такая площадь это было рассчитано подсчитано расстояние средства до диванчика определено то есть но это не на обувь вот но если будет представлен там другой проектор поменьше это может быть там меньшего размера зона то есть здесь скорее идет привязка к тому чтобы показать все достоинства техники до которой мы продаем и предлагаем чтобы покупатель клиент оценил до имел возможность внутри магазина оценить как-то прикинуть как это будет дома да уже как в голове простроить такую концепцию принять решение покупки борис посмотрели сейчас вот такой вот формат домашний кинотеатр домашний кинотеатр и получается что вот эту историю вы делаете под задачи партнера под наши совместные задачи но мы берем решение партнера из-за там то что они предлагают и их адаптируем интегрируем планограмму в наш магазин соответственно это скажем так то что касается зачастую флагманом магазином более крупного формата безусловно основную площадь магазин занимает наше торговое оборудование где мы размещаем товар как я уже говорил да есть там достаточно принципиальная разница между торговым оборудованием которые используются в стандартных классических магазинах или флагманах но она в принципе схожи хотя принципе в классических магазинах мы уже начинаем использовать элементы из компактных магазинов чтобы и там да да расширить ассортимент и соответственно между оборудованием которым мы используем в компактном формате вот здесь если сюда посмотреть да это скажем так классический классическое торговое оборудование там высота грубо говоря метр 60 чтобы вы имели возможность как я уже говорил видеть весь торговый зал то есть такая прозрачная история где-то более эмоциональная но конечно при этом страдает размещение ну то есть вы не сможете разместить столько товара на заданной площади когда мы говорим о магазине компактного формата который мы обязательно отдельно покажем там другое торговое оборудование гораздо выше это выше двух метров два 20 соответственно да конечно теряется вот этот эффект прозрачного торгового зала но во-первых сама площадь меньше во вторых это такой низко более многие люди наоборот любят когда вот все быстрее все покомпактнее зашел взял то есть там нет эффекта дешевизны есть такой как бы эффективно четко правильно много товара насыщена товаром да и конечно мы там по-другому используем 10 вот вы посмотрите вот ширина прохода да она такая это не самый широкий проход да я уж не говорю про центральной галереи опять же магазине корма компактного формата уже проходы даст выше выше торгового оборудования но мы сохраняем представленность то есть если взять классический магазин там не 5000 метров флагмана взять классический магазин полторы тысячи квадратных метров он там как раз как я говорил в среднем наполнен ну там четыре спона пять тысяч скаю раз различных товаров вот с точки зрения комп магазина компактного формата который 600 метров а это практически в два с половиной раза меньше мы сохраняем 40000 скаю 4000 плюс точно причем если взять ну там цифровую технику аксессуары даже мбт в принципе лайк флайк то есть то же самое где конечно есть скажем так нюансы это крупная бытовая техника потому что ее сложнее разместить сложнее разместить там приходится идти там на определенные ухищрения но все равно то есть если брать его именно наименование процентов 70 можно же 80 из каю мы размещаем в компактном формате также как было классически плюс надо понимать что оборудование изнашивается что-то где-то требует замены то есть ты не можешь в каждом магазине строить новую линейку ты просто устанешь ее обслуживать то есть у тебя должна быть какая-то возможность переиспользовать также мы стараемся особенно сейчас в компактном формате но и большим форматом это актуально такое бывает мы иногда закрываем магазины потому что мы как сказать всегда следим как санитары леса чтобы он был здоровый надо иногда уже деревца подгнивающие подчищать да то есть мы там какие-то магазины которые уже скажем так где-то поменялся трафика уже как бы люди ушли конкретно из данной локации на мы там принимаем решение о закрытии мы забираем оборудование там освещение то есть мы на половину инвестиций переиспользуем и это как бы добавляет в эффективности да это позволяет нам быть конкурентами в ценах там давать лучше сервиса что мы к этому относимся максимально разумно да не то что вот построили бросили ушли так ну что ж пришли в финальную зону там где обычно уже покупают и здесь много что можно сделать как обычно здесь покупатель действует ну для кого-то это зона финальная для кого-то начальная я бы так сказал то есть это такая у нас комплексная даже нельзя назвать зоной кассы такая зона сервисов и услуг для нашего покупателя причем нее можно попасть практически сразу от входа потому что возможно есть задача забрать онлайн заказ пожалуйста возможно есть задача сдать телефон в ремонт в мастер но там есть покупатели которые хотят проконсультироваться с кредитным брокером пожалуйста подойдете посмотрите все обсудите предложите какие-то решения чтобы вы могли сделать нужную вам покупку ну наконец если все таки это как бы check out на на . можете прийти на кассу расплатиться и забрать свой товар то есть по сути такое как бы отдельный кластер где каждый найдет то что то что ему нужно и зачем бы не обратился наш клиент уверен что мы предложим ему это решение в том или ином виде и знаете вот находясь сейчас вот в этой части и понимаю что вот раньше для меня подходить к кассам это все таки было такой вот классический там что вот прям видно что это касса здесь какой-то более спокойный что ли режим сделали такого какой-то не делайте из этого какого-то из личного а так и есть потому что в принципе там с точки зрения там вообще как-то финализация check out а там оплата корзины как я уже сказал у наших есть клиентские приложения есть приложение наших сотрудников и при желании можно ну все там оформить сделку даже там не отходя от по сути торгового оборудования стоя рядом с товаром до можно зарезервировать товар оплатить и дальше его просто либо там взять с полки либо вынесут в зоне выдачи товара и все то есть у тебя нету вот этого сакрального момента касс кассира и так далее это совершенно не обязательно в наш век цифровых технологий то есть получается что я сейчас максимально уже универсализация ваших вашего персонала происходит с появлением таких технологий у ниверсализации безусловно есть но я опять просто хотел бы подчеркнуть вот такой элемент экспертности да там все-таки опытный продавец который работает в торговом зале до который имеет определенную экспертизу там по товарам то есть мы не будем огульно его там отправлять не знаю на кассу на склад все равно есть ну какая специализация кто-то лучше разбирается в одном кто-то в другом за счет этого соответственно мы и представляем как за счет этого мы становимся главным экспертом по технике потому что мы очень адресные правильно используем знания но конечно если там в смене требуется где-то помочь кого-то заменить это все работает да то есть мы стараемся нашим сотрудникам давать максимально широкий спектр знаний чтобы они ну действительно могли и случае чего помочь на другом участке ну что ж такая прогулка получилась по магазинам и с борисом мы постарались посмотреть те вещи которые вы спокойно можете увидеть в любом из магазинов нашей страны в любом из магазинов м-видео нашей страны и но если вы хотите там самый большой ассортимент и увидеть вот все проявления того как хотели бы вы чтобы ваши покупатели видели как можно попользоваться как прочувствовать этот товар соответственно приходите сюда здесь в один из флагманов в случае это у нас метрополис да это торговый центр метрополис мы очень будем рады вас видеть уверен что вы не разочаруетесь обязательно найдете что вам нужно а может быть вы даже не знали что вам нужно но придя наш магазин вы поймете что без этого жить не могли борис спасибо большое спасибо тебе большое за столь интересную прогулку она такая насыщенная но это всегда классно зовите почаще да благодарю но мы надеемся что у нас еще будет возможность заглянуть как минимум в другие магазины и уже приглашение этого я обещал обещал да ну что же еще один магазин посмотрели еще один магазин который насыщен сервисами возможности для покупателей и вы знаете создавать своего покупателя это большая задача которую можно реализовывать только в долгую и соответственно здесь это явно проявлено коллеги читайте риту . ru смотрите видео которое мы записываем подсказывает какие еще магазины стоит мне заглянуть и до встречи всего доброго до свидания ставьте лайки а